здравствуйте я вот подумал что давно я никого не приглашал в антитопор действительно вспомните например хотя бы еще полгода назад у нас часто бывали гости а потом я как единоличник все чаще и чаще стал только один появляться в эфире и вот чтобы не нарушать эти наши традиции сегодня я все таки решил пригласить нашего очередного гостя тем более что есть повод многие например после того что случилось у нас в 2020 году стали мягко говоря пребывать депрессии до сих пор не могут очухаться от депрессии а есть такие которых ничего ни почем даже если большинство находится в депрессии в них живет вот этот маниакальный синдром и они постоянно хотят чего-то новое делать чего-то творить потому что жизнь идет вперед армения идет вперед как и армянский народ и арцах идет вперед я уверен далеко еще шагнет вперед и поэтому останавливаться нельзя я очень уважаю таких людей которые не останавливаются делают свое дело делают свою работу и делают эту работу хорошо а сегодня у нас в гостях кандидат социологических наук но у него много регалий званий я не буду все перечислять важно что он директор по развитию техно школы мунг которая на данный момент есть в армении есть в арцахе и он сегодня у нас в гостях здравствуй гайк добрый день в один гайк трунян кстати я представил или нет а то я тут очень много чего назвал а вот с именем не помню я представил или нет главное что ты сказал гайк ну да это важно в общем гайк трунян у нас сегодня в гостях смотри будем на ты потому что мы с тобой знакомы да и я очень часто еще с юности всегда ну белой завистью что ли завидовал людям которые имели навыки не только к изобразительному искусству но и каких-то техническим вещам потому что наверное я этого не умел делать и когда я чего-то не умею делать я пытаюсь научиться и с большим уважением отношусь к тем людям опять же белая зависть не черная черная меня вообще ни к чему никому нет и и пытаюсь я всегда уважительно относиться к этим людям а тут целые дети которые учатся в вашей техношколе и можно сказать вы готовите для армении для арцаха будущих ученых техношкола ваша называется мунг почему в этой техношколе учатся именно дети и почему мунг мунг я так понимаю это на арцахском диалекте мунг да это на арцахском диалекте означает мунг ну у нас учатся не только дети это дети от 13 лет у нас есть даже целая семья где мама с папой и с ребенком приходят на занятия и вообще образование это всегда фишка жителей арцаха и очень много известных и ученых и научных деятелей которые вышли из арцаха советское время имели очень большую известность известность да и в сегодняшней россии тоже много представителей из арцаха да я там у свидетель потому что я вот много езжу как и по другим странам как и по россии тоже и часто сталкивались сталкиваюсь с фамилиями например каких-то изобретателей ученых и многие из них кстати корнями из арцаха так что полностью поддерживают а но я так понимаю эта школа находится в арцахе да да все лего гурты у нас есть технологическая школа но также еще степанагетт есть мы в армению только заходим давай подробнее вот чтобы понимали наши зрители что это за школа вообще как ты сам туда попал и что это за школа ну я немножко хочу рассказать эту историю как я туда попал у нас трое друзей мы занимаемся как частные лица разными социальными проектами в армении в арцахе они все имеют три вида направления это направление безопасность образование и сельское хозяйство но вот в образовании я пополочен по интересной истории вот мы с друзьями организовывали в прошлом году в селе гаурты образовательный лагерь и в процессе этого лагеря я и познакомился с техношколой мунг хочу чтобы вот все зрители представили себе такую картину высокогорное село гаурты это кстати вадим рядом с селом мушка по под откуда у тебя корни высокогорное село мои предки я спрашивают откуда твои предки вот айк знает мои часть моих предков оттуда из села мушкопат вот представьте 2000 метров над уровнем моря ты когда находишься в этом селе село застряло в девятнадцатом веке брусчатка типичные деревенские горные деревенские дома и в центре села высокотехнологическая школа с 5g интернетом не везде в россии есть 4g а там есть 5g интернет и я если честно вот после организации вот этого образовательного лагеря мы там собирали детей проводили для них тренинги я был очарован вот этим проектом и так как долгие годы работал в образовательной сфере я решил подключиться команде и помочь своими знаниями продвигать эту школу и на сегодняшний день возглавляю направление развития и активно занимаюсь тем чтобы помогать школе развиваться ну и подожди но насколько я знаю сейчас там проблемы с этим бердзорским коридором ну проблема есть да но наша школа работает мы ни одного дня за последнее время не закрыли школу ну и вообще там понимаешь там живут очень другие люди это энергетически очень сильные они бесстрашные ну и вообще в этом селе такая есть очень интересная история глава села нвер он решил что власть отдаст детям вот 170 человек всего проживает из них 50 это дети вот он собрал всех детей говорит все сегодняшнего дня я здание администрации отдаю вам то есть это гиндертаун такой вообще уникальный случай там очень много вот такого уникального и вот дети подумав решили что делать они обращаются есть такой фонд есть я и они обращаются в этот фонд фонд возглавляет ашот и луиза аванисианы и они обращаются к ним и говорят ну помогите нам мы хотим современное образование в нашей деревне и вот тут пошло поехало все закрутилось завертелось представляешь 500 инвесторов подключились и на площадке реармения люди отправляли донаты от одного до 50 тысяч долларов в течение некоторого времени было собрано сто семьдесят восемь тысяч долларов для того чтобы в селе где проживает сто семьдесят человек открыть технологическую школу но это разве не уникальный случай и самое интересное что во время строительно ремонтных работ были вовлечены все жители села и дети в том числе ну для меня это вообще ну такой уникальный случай когда вот наш народ доказал что объединившись мы можем решать очень серьезные проблемы и сегодня агурты это такой туристический центр где есть туристический маршрут хостел и даже гостевые дома потому что из-за того что там есть такая школа очень много таких технологических формов и вентор там проходят онлайн занятия проходят и это теперь такой центр технологии один из технологических центров в арцахе вот я знаю что они там занимаются робототехникой что чем и что это такое какие какие то каких то роботов изобретают или что это вадим у нас в техно школе есть три этапа обучения на первом этапе обучения все проходят занятия по основам современного инжиниринга дизайну и программирования ну вот на вот этой стадии у нас есть мобильная лаборатория это вот тоже хочу сделать упор на этом мобильная лаборатория это автомобиль куда мы загружаем технику и наши специалисты на этом автомобиле проезжают в труднодоступные деревни ну допустим агурты и вокруг все труднодоступные деревни степанокерт и вокруг все деревни и вот наш мобильный лаборатор мобильная лаборатория проезжает по деревням и в деревнях на базе местных школ проводим занятия и таким образом на первом этапе мы даем возможность детям из отдаленных деревень пройти обучение получать современное образование на втором этапе это длится где-то год-полтора на втором этапе уже ребята должны и обязаны приходить технологическую школу одна которая в степанокерте 2 агурты вот на втором этапе ребята проходят уже специализацию и упро и обучаются по разным программам уже более углубленно там обучение проходит от 6 до 2 с половиной лет от 6 месяцев до 2 с половиной лет в зависимости от программы ну например они проходят обучение по джава программированию по веб программированию веб-сайта по веб-дизайну ну и разного рода вот техническим направлениям и уникальность этой методики специализации заключается в том что учитель это модератор который дает детям просто задание сначала объясняет потом дает задание и у учителя есть помощник который уже индивидуально в дружеской форме вместе с детьми пытается решать поставленную модератором задачу это помогает с а кто а кто преподаватели то сами преподаватели они с ними там находятся или да нет у нас все занятия проходят оффлайн у нас конечно есть онлайн занятия в связи со сложившейся ситуацией потом у нас есть приглашенные специалисты из еревана есть у нас даже есть специалист который из америки ведет занятия но основной основные занятия проходят оффлайн и этих специалистов мы обучаем готовим мы находили в арцахе специалистов их обучали готовили и у нас команда очень сильно слушайте но я наверное немного ступил когда задал такой вопрос как вот в нынешнем положении когда бердзорский коридор перекрыт это вы умудряетесь заниматься то есть на то она этих на школа на то это и армянский мозг чтобы умудряться заниматься будучи можно сказать вот в этом вакууме которым сейчас вот находится народ в арцахе но я вот сам находясь не в арцахе а удаленно подключаюсь и провожу занятия хоть и не по техническим направлениям но это тоже делаю и самое крутое что эти ребята вот они горят они горят желанием учиться но это вдохновляет это на самом деле очень круто но самое интересное знаю что что на третьем этапе обучения у нас три этапа на третьем этапе обучения мы помогаем детям трудоустраиваться или запускать свои стартап ну вот в принципе меня это не удивляет знаешь вот вспомнить если даже на тот же геноцид 1915 года когда народ наш просто был рассеян по всему земному шару и первое чего делал армянский родитель будучи там уже за пределами да исконной своей родины там в россии во франции в ливане в египте и про других прочих государствах это искали школу то есть первое что они хотели это дать образование своим детям вот это вот армянская натура и вот сейчас вот когда мы будучи вот в блокаде говорим об образовании о том что люди сидят в блокаде и они стремятся учиться это конечно дорогого стоит конечно дорогого стоит я больше скажу мы не просто стремимся учиться мы еще хотим сделать так и делаем так чтобы дети получив образование еще и получали работу и оставались в арцахе не уезжали оттуда получали достойную работу и это не фантастика это уже и явные примеры ну допустим в армении сейчас ты знаешь очень много айти компаний один пиксар чего стоит и эти все компании они нуждаются в крутых специалистах армения полна крутыми людьми и желающими учиться арцах не исключение и у нас со многими этими компаниями есть контракты сотрудничества и вот периодически они к нам приходят со своими задачами дети пытаются решать эти задачи а их представители просто следят за тем как в тот или иной ребенок выполняет задачу по окончанию они уже делают им соответствующее предложение по трудоустройству это вот третий этап нашего обучения вот так и происходит и таким образом на сегодняшний день у нас муки есть дети которые живя в арцахе в селе получают достойную заработную плату в селе огурты есть несколько стартапов где ребята занимаются технологическими проектами и зарабатывают деньги и так должно быть они должны получать но ты так прорекламировал это село огурты это как новые васюки мне самому хочется туда приехать и посмотреть что там за село такое и я тебя обязательно приглашаю приходи ты тоже должен зародиться это далеко от мартунии нет это рядом с мартунии это ж мартунинский район и есть да это мартунинский район как скажи а вот допустим если дети живут в степанакерте и хотят учиться в этом самом мунки как им быть они что едут из степанакерта в горы в этот мунку в эту школу у нас же в степанакерте тоже есть вторая техно школа мы уже две техно школы открыли 1 в огурты 2 степанакерте да но сейчас у нас учатся порядка 250 детей я перебью я перебью причем центр огурты а филиал степанакерте у нас основная школа первая была открыта в огурты а потом мы открыли уже степанакерте я вообще влюблен в это село огурты поэтому так часто про это село и говорю но сейчас у нас учатся порядка 250 детей как процедура проходит мы сначала проводим собеседование смотрим на каком уровне дети находятся а потом принимаем к себе школу но из уже 100 человек уже прошли собеседование они как бы в очереди стоят и мы сейчас ищем варианты открытия новых лабораторий для того чтобы и остальных детей принять к себе и скажу честно мы уже рассматриваем вариант открытия в марта керцком районе техно школы у нас вообще большие планы если ты у меня спросишь где мы еще собираемся открывать я расскажу про это спрашиваю ну я подключился в команде мунг для того чтобы заниматься развитием и вот у нас на первом месте мы сейчас планируем открытие техно школы еще в марта керцком районе там тоже очень сильные есть дети очень много их и вообще в арцахе их очень много детей реально очень много но мы хотим на математических на физических олимпиадах занимают первые и вторые места ездят причем все равно все были и в россии на конкурсах на международных конкурсах они бывали я это видел и пять лет назад и сейчас это вижу там действительно есть такой анекдот если у тебя дома трое детей что-то с тобой не то ну и мы хотим сейчас открыть филиалы нашей техно школы в армении у нас сейчас ведутся переговоры с инвесторами по открытии копания мы сейчас ведем переговоры с джавах мы хотим открыть в городе на нас минда джавах это грузия и мы перевели всю программу техно школы мунг на русский язык и у нас есть такая идея открыть франшизу в россии сейчас проводим переговоры с разными армянскими общественными организациями диаспоральными организациями в россии и некоторые из них заявили желание купить франшизу но идея заключается в том чтобы представь вывести образование из арцаха другие страны не только в армении но и в грузию в россию но и в дальнейшем другие страны это поможет вообще поменять имидж об арцахе ведь многие даже не могут себе такого представить что в арцахе есть технологическая школа но вот наша философия заключается в том чтобы образование из арцаха вывести за границу арцаха это будет здорово я вам могу только пожелать удачи я думаю удача будет на вашей стороне потому что я очень хорошо знаю арцах ну да там тормозов мало они упертые поэтому мы будем идти вперед только гайк вот ты сейчас сказал про франшизу но я думаю что наверняка будут желающие те кто нас смотрят открыть эту самую франшизу или кто-то может захочет поддержать вас как это сделать ну я предоставлю тебе сайт они могут по ссылке на сайт зайти на наш сайт там будет два варианта на сайте вся информация нашей техна школе сайт на армянском русском и на английском языках они могут пройти по ссылке оставить заявку для открытия франшизы потом с ними наши специалисты свяжутся а если хотят просто поддержать наш проект там есть ссылка на площадку рей армения где каждый желающий из россии за рубежа откуда люди нас смотрят могут отправить донаты и эти деньги придут в фонд есть и фонд есть это есть наша на наше юридическое лицо эти деньги пойдут на поддержку команды хорошо ну я еще хотел сказать вот твоя голова спрятала одну такую вещичку у тебя на стене скажи а вот этот мой календарь вокруг света армянского он есть уже в вашей школе мунг или его или он еще туда не добрался вадим я тебе больше скажу когда я встречаюсь с инвесторами я всегда заказываю тебя этот календарь и всегда собой руку это мой главный презент нашим инвесторам потому что ну практически все тебя смотрят слушают очень любят тебя и когда ты им даришь такой подарок это уже 50 процентов я могу кстати подтвердить что ваши мунковцы достаточно много этих календарей приобрели да что ж спасибо большое гайк ну еще раз если кто-то захочет поддержать эту идею идея как вы видите очень интересная вы можете связаться ссылку мы дадим правильно гайк будет ссылку дадим из твоего позволения я предоставлю еще ссылки на другие наши социальные проекты если вдруг кого-то заинтересуется с нами да можете обращаться ну вот впрочем что я и хотел сегодня о чем я и хотел вам сегодня рассказать познакомить с нашим сегодняшним гостем смотрите антитопор будут у нас и другие гости очень интересные ну и вообще подписывайтесь если вы до сих пор не подписаны и подписывайте других мне очень коробит когда вы мне присылаете всяких дегенератов типа этих как их там называются господи дай бог памяти как же его зовут-то на э фамилия одна армянская забыл уже как его зовут а может и хорошо что я забыл и потом есть еще размавар самовар такой которого вы постоянно мне а вот вы видели а вот вы видели вы даже не понимаете что вы им делаете рекламу это я сейчас зрителям обращаюсь гайк ты не обращай внимание просто я хочу подытожить и заодно сказать она болевшим вы им делаете рекламу вы знаете что во вспомнил экузианц вы знаете что этого экузианца этого самовара размавара это вы создали своими руками вы создали им значит площадку вы создали им подписчиков вы сделали все для того чтобы они были а сделали вы это не осознавая того даже не хотя вы просто распростреляли их видео их стали смотреть и даже если их не смотрят все равно автоматически так как уже один два раза посмотрел окно вот это вот всплывает то есть понимаете да это ваши звезды так вот вы лучше с антитопором так работайте распространяйте они вот этих вот дегенератов на которых сами же и жалуетесь ну а на сегодня все я еще раз хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя ему пожелать удачи успехов ну и всем нам тоже до следующих встреч в эфире через неделю до свидания до свидания